Горячие темы, жаркие споры в лайв-студии на Думской ТВ каждый четверг в 8 вечера. В этот раз мы обсуждаем. Кандидаты в мэры. Что собой представляют претенденты на пост городского головы? Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите лайв-студию в прямом эфире. С вами я, Анастасия Большедворова. Сегодняшняя наша тема – выборы. Мы живем с вами, в принципе, постоянно от выборов до выборов. И вот 25 октября нам придется с нами выбрать нового или старого градоначальника города Одесса. Сегодня мы поговорим, есть ли уже какие-то нарушения предвыборной агитации, предвыборной процедуры. И сегодня у нас в гостях самые, наверное, яркие и обсуждаемые кандидаты в мэры. Но перед этим я оглашу, как всегда, мы проводим интерактивный опрос. Сегодня он звучит таким образом. По-вашему, есть ли кандидат достойный кресла мэра Одессы? Три варианта ответов. Да, я знаю, за кого голосовать. Нет стоящего претендента. Я сам себе мэр. Три варианта ответов. Голосуйте, как вы считаете нужным, как вам подсказывает ваше сердце. Кроме этого, вы можете звонить нам в прямой эфир, телефон прямого эфира 4293-23, задавать вопросы нашим гостям. Я их уже представляю. Саша Боровик, кандидат в мэры. Приветствуем вас, Саша. И Дмитрий Волошенков, кандидат в мэры тоже. Также приветствуем, Дмитрий. Давайте начнем с такого, наверное, легкого вопроса. Мы обращаемся к Саше Боровик, но никак не Александр. Это такие новые реформы, хотя бы в обращении. Тоже можно, Дима. Отлично. Давайте, наверное, Дима, мы с вас и начнем. Я бы хотела сейчас услышать не какие-то банальные традиционные фразы на вопрос, почему вы решили стать мэром, но что-то такое более конкретное, почему вы действительно считаете себя готовым что-то менять в этой жизни. Я вам скажу по двум причинам. Первая, потому что мне не нравится то, как происходит сегодня на моих глазах развитие города Одессы. И это был эмоциональный посыл. Второй, естественно, нужно здраво оценивать свои силы. Поэтому я перед тем, как принять это решение, я долго искал ту платформу, в которой кроется ключевой момент. То есть та идеология и та идея, которая может дать экономический импульс сегодня. Невозможно рассматривать город, просто оторвав его от государственного механизма в целом и от Украины. Поэтому я для себя абсолютно осознанно выбрал аграрную партию, понимая, что единственная сфера, которая сегодня может дать экономический толчок, это аграрная сфера. И мы аграрная область, мы город, который был построен вокруг Одесского порта, там и город, который сегодня через порт Одесса, через порт Ильичовск переваливает львиную долю зерна и продукции за границу. Поэтому аграрная партия, выходя на эти выборы, выдвинула меня на конференции в качестве кандидата в мэры. И я в ближайшее время представлю нашу программу, программу конкретных дел, не, как вы говорите, в загале рассказывать об экономике, инвестициях, привлечении, а конкретные сегменты, на которые мы сегодня расставляем акценты. И рассказывая о них, рассказывая нашу идею, мы будем искать в Одессе тех, скажем, приверженцев, симпатиков, которые наверняка на это откликнутся. Саша, вопрос к вам. Расскажите нам, почему вы решили, что можете взять в руки наш город и что-то в нем действительно изменить? Почему можете или почему хотите? Потому что вы его спросили, почему вы решили. Наверное, здесь будет и можете, и хотите. Почему хотите? Да, я скажу, почему я хочу, и я не буду негативным, потому что, Дима сказал, мне не нравится сразу, да? Дима негативный, да? Да, я скажу, что я буду очень позитивным. Ваш оппонент уже наступает. Я скажу, что я хочу, потому что мне очень нравится Одесса, я люблю этот город, меня с ним очень многое связывает, меня с ним связывает мое детство. Мне больно смотреть, как происходят многие вещи. Я поражен, как происходят некоторые вещи. Давайте сразу вот конкретика. Но когда больно, это тоже не нравится. Смотрите, у вас тоже негатив. Эмоциональный момент тоже присутствует. Давайте сразу конкретика, что конкретно не нравится. Мне не нравится, что наши дороги выглядят, как картофельные поля. Мне не нравится, что на улицах нет освещения. Мне не нравится, что наш склон зарос репехом и крапивой. Мне не нравится, что наши пляжи очень-очень грязные. Мне не нравится, что вместо рынков у нас люди торгуют прямо на бровке, прямо на тротуаре, и непонятно, что ты покупаешь. И мне хотелось бы это все поменять. Мне не нравится, что когда ко мне приезжают друзья больше двух дней, им в городе нечего делать. Нет ни музеев, ни театров, куда они могут регулярно ходить. И мне хотелось бы это изменить. Мне кажется, я знаю, что нужно делать. Мне кажется, что я знаю, как это нужно делать. И когда, опять же, Дима говорит, что аграрная партия, у нее есть программа, мне кажется, это не политический вопрос мэрства Одессы. Мне кажется, это хозяйственный вопрос. Это как ты себе представляешь город. И мне это представляется современным городом. Я все время сравниваю или хочу сравнивать с Барселоной, Гамбургом, Сан-Франциско, чтобы это был динамичный город, очень красивый, очень чистый. И главное, что когда на него смотришь, ты понимаешь, что вот здесь, если ты подправишь бровку, если ты расправишь дорогу, если ты сделаешь этот парк красивее, то у тебя получается Гамбург или Сан-Франциско. Я вот недавно был в Израиле, у нас была инвестиционная конференция в Израиле. Они очень красиво, очень хорошо сделали так, что даже если в море есть мусор, он не попадает на берег. То он с цветочками, да? Да, он очень чистый, там ничего не найти. Это на самом деле очень легко. Но ведь это же зависит не только от мэра, но и от людей, которые там живут, от менталитета, от воспитания детей, которые вот рождаются с каждым годом. И этому необходимо обучать. У меня будет другой вопрос. Вот я сейчас перечислю самые частые обещания стратегического характера от наших мэров, депутатов. Даже сейчас не будем разделять. Обещали нам построить в Одессе новый международный аэропорт. Обещают уже минимум лет 10. Создать комиссию по расследованию хищений в сфере ЖКХ. Ну, по-прежнему сфера ЖКХ у нас на очень низком уровне. Беспроцентные суды на покупку квартиры молодым семьям. Ликвидация там стихийной застройки побережья. Это такие глобальные вопросы. Вот как вы готовы решать такие глобальные вопросы? Вот какие могут быть пути? Давайте, Дима, с вас, например. Это глобальная задача. А, еще дороги. Обязательно дороги, потому что все плачутся. Я хотел бы, отвечая на этот вопрос, немножко как бы здесь стать в определенном смысле оппонентом Саши. Я знаю, что Саша позиционирует себя все-таки как человек, который вращается в сфере экономической. У меня аналогичное желание, наверное, у любого одессита есть желание, чтобы бордюр был удобнее, чтобы дорога была чище, чтобы парк был там, кто в какой стране был и с чем его сравнивать. Но все эти моменты хозяйственные упираются в очень простой момент. Момент финансирования. Вот кроме, скажем, инициатив, позитивных, хороших, вы очень правильно говорите, сегодня взять программу кандидатов в мэры, прошлых лет, этих лет, везде будут позитивные вещи. Конкретика. Мы сегодня пришли к тому, что с 91-го года те ресурсы, которые длительное время, тут не надо там говорить о прошлом президенте, позапрошлом, с 91-го года мы расходовали тот ресурс, который нам достался после развала Советского Союза. Глобального стратегического мышления развития Одессы. Его не существует. Да, сегодня дороги плохого качества, но сегодня нет программы развития этой дорожной инфраструктуры. Я вас перебью. Вот сейчас, буквально там несколько часов назад, мы проводили опрос, спрашивали у людей, на какой город они бы хотели, чтобы была похожа Одесса. Все кричат «Львов». Почему Львов? Потому что Львов действительно красивый, туристический город, и он чем-то даже напоминает Европу. Почему Львов, несмотря на нашу тяжелую политическую ситуацию, экономическую, Львов себя прекрасно чувствует, а мы себя чувствуем так себе. Я хочу сказать, Одесса тоже напоминает Европу. Если вы проедете по центру города, этот город строили итальянцы, португальцы, здесь было огромное количество талантливых людей. Например, да, действительно очень шикарные, красивые архитектурные фасады, но они были отремонтированы и посыпались. Посмотрите, в каком они состоянии, качество того, как они были отремонтированы. Проедите сегодня, посмотрите, в каком состоянии наш украинский театр, который был не так давно отремонтирован. Качество работы, контроль над этой работой и многие другие вещи. Как мэр может за этим следить? Ну, во-первых, первая задача мэра, это мэр, идя на эту должность, должен понимать, вот я иду не как Дима Волошенков, у меня есть там свои мысли, свои пожелания, но я понимаю, что за мной еще идет команда. Команда людей, которые будут заниматься хозяйственной сферой, экономической сферой, которые точно так же, как и вы, хотят, чтобы этот город был лучше, чтобы фасады были чище. Поэтому я думаю, что вот экономический сегмент больших проектов, он должен превалировать сегодня. То есть мы в своей работе видим две вещи. Первое, возможностями нашими сегодня минимальными приведения в порядок того, что есть, и инициирование больших проектов, проектов стратегических, проектов, которые будут в себя включать новый порт. Потому что сегодня то, что у нас есть в городе Одессе, порт дошел до того состояния, он зажат городом, его развивать больше нельзя, он уже не может ничего продуцировать. А ведь Одесса строилась вокруг него. Мы до сих пор ходим и смотрим на те здания, которые были построены 200 лет назад. И все-таки как решать вот эту финансовую часть? Вот говорят, денег нет, мы постоянно в долгах. Нет, деньги есть. То есть мэр в первую очередь распоряжается налогами, которые собираются в городе, и вопрос распределения этих денег на ту или иную сферу решается сегодня условно голосованием депутатов Одесского городского совета и решением исполкома. То есть фактически сейчас у нас есть и деньги для того, чтобы решить какие-то хотя бы банальные проблемы, ну первая, наверное, дороги. Конечно. То есть есть городской бюджет, который, когда начинаются острые вопросы на тему, что являлось, скажем, превалирующим в идее расходования этих средств на ту или иную проблему, сразу подставляется голосование депутатов, решение исполкома. То есть вот здесь определенная отсутствует прозрачность, что вызывает сегодня у одесситов недоумение. Почему, если действующий мэр сегодня, это хорошо, что он любит поселок Котовского и Суоровский район. И там люди, наверное, отвечают ему тоже благодарностью. Но сегодня центр города забыт. Сегодня научная сфера Одессы забыта. Где эти вещи, которые формировали имидж Одессы? Наши научные институты. Давайте сразу говорить о том, как необходимо решать эти вопросы. Давайте дадим Саше немного слова. Да, я начну с того, что мэр не один-то любит поселок Котовский и Суоровский район. Я тоже люблю Котовский и Суоровский район. Вот. А что я хочу сказать, это что... Посмотрите, какая у нас динамика. У нас в этом году было порядка трех миллионов туристов. Может быть, даже пять миллионов. Дело в том, что мы не знаем, как считать. Но давайте будем консервативно, скажем, три миллиона. Давайте так, три миллиона – это официально, пять, наверное, неофициально. Давайте посмотрим каждый из них. Мы, наверное, согласимся. Даже те, которые приехали на бампере поезда, они оставили и спали на пляже, они оставили порядка тысячи гривен в городе. То есть у нас получается достаточно большая сумма. Женщины, которые ходят, продают кукурузу, они получают порядка пяти тысяч гривен в день. А где эта экономика? То есть это... Как вы знаете, что они пять тысяч гривен получают? Ну, потому что это все легко посчитать. Вот. И вот здесь вот, где эта экономика? Она в тени. И вот здесь вот городу нужно сделать так, чтобы эта экономика вышла из тени. Но она выйдет из тени только если мы сделаем так, что люди почувствуют, что... Я буду спекулировать. Я думаю, что сейчас у нас реальный налог примерно 15-20%. То есть люди, чтобы жить, чтобы продавать, чтобы предпринимать, заниматься предпринимательством, делать что-то еще, они платят порядка 15-20% взяток. А нам нужно сделать так, это нужно работать с государством, чтобы наш номинальный налог, который сейчас 45-50, чтобы он стал ближе к реальному. Но главное здесь, чтобы люди видели, что они получают какое-то благоустройство за счет тех налогов, которые они платят. Что они видят, что у нас маленький государственный аппарат, что у нас маленькая городская какая-то администрация и областная тоже. Вот, что они понимают, чем они занимаются. И когда дело доходит до строительства дорог, когда нам нужно построить, например, проспект Шевченко, мы говорим, мы открываем тендер, и мы на аукцион выносим, кто выигрывает этот тендер. И его выигрывает не одна и та же какая-то группа, которая выигрывает его сейчас, по каким-то непонятным ценам. А его выигрывает та, которая строит лучше и строит дешевле. Как одесситы могут все это проконтролировать? Например, что какой-то тендер выиграла компания, которая не принадлежит какому-нибудь политику, депутату. Вот, одесситы должны это контролировать прежде всего на выборах. А как они могут контролировать? Мы прошли через какой-то период, когда мы увидели, что у нас дорог нет. То есть практически сейчас у нас дорог нет, и у нас нет освещения на улицах, и нашим детям небезопасно ходить в школу, нашим женам, девушкам небезопасно ходить в кино вечерами. И мы должны за это проголосовать. Мы должны сказать, что мы считаем, что это ниже нашего достоинства вот так жить. Мы хотим, чтобы мы жили по-другому. Мы хотим жить лучше. То есть первый контроль – это на уровне выборов. Второй контроль – это нужно смотреть, кого мы выбираем. Есть ли у человека честность? Есть ли у человека какие-то связи, которые могут порочить этого человека? Вот Дима говорил, что даже главное, наверное, не столько сам человек, сколько еще и его команда. Но команда всегда приходит под человека. То есть вот нужно смотреть, где человек работал раньше, какие у него навыки создания команды, какие команды были вокруг этого человека. Нужно спрашивать человека на выборах, а как ты строишь свою команду? Что для тебя важно? Ты приходишь на выборы, как же они могут спросить своего кандидата, что ты сделал для меня? А мэр должен ходить из района в район, должен проводить по 10-15 встреч каждый день, то, что я собираюсь делать, должен отвечать на вопросы, должен говорить с бабушками, сидеть на скамейке, потом идти в университет и говорить со студентами о венчурном капитализме и стартапах, потом опять возвращаться к бабушкам, потом ходить куда-то в клуб, еще с кем-то разговаривать. Мэр постоянно будет ходить, неужели у него хватит времени на какую-то реальную работу? Я имею в виду на предвыборной кампании. Я имею в виду на предвыборной кампании. А, только на свою предвыборную кампанию. Конечно. А дальше доступность главного человека города. Какая это должна быть? Он должен быть очень доступен, потому что это выборная должность, и это, в общем-то, люди предполагают, что доступность будет. Но нужно понимать, что, вот скажем, сейчас работая в администрации, я получаю порядка 150 писем каждый день. Это невозможно на них ответить. Должна быть команда, которая фильтрует это как-то. И есть какой-то процесс, когда ты явно слышишь граждан, но нельзя ожидать, что ты будешь встречаться со всеми. И вот здесь вот нужен баланс. Мне кажется, губернатор Саакашвили, у него очень хороший баланс в этом смысле. Он, и он учит так свою всю команду, что он может работать в кабинете, он может ночью сесть в машину, поехать в Киев, решать вопросы в Киеве. Он может вернуться следующей ночью и тут же ехать куда-то в район. Да, он с людьми, и в то же время он с командой. Но мы сейчас говорим о вас. Ну, это стиль. Нет, что я хочу сказать, это что у меня очень хороший ментор в том смысле, что у меня есть у кого учиться. И вот тот стиль, который есть у губернатора, он мне очень нравится. Потому что, как мне кажется, он нашел очень хороший баланс, когда он и разговаривает с людьми, и он разговаривает с центральными властями. И он сегодня, например, приезжал в бюджетный комитет Верховной Рады, и они говорили, они тут же поехали вместе с губернатором на Хаджибейскую дамбу, смотреть, что там можно сделать. Он тут же выбил деньги на эту Хаджибейскую дамбу. Он поблагодарил их за то, что они дали деньги на трассу на Рыни. Завтра они едут на эту трассу до Рыни. То есть вот эта вот динамика... Давайте все-таки вернемся сюда, в Одессу. Вот нельзя говорить о каком-то будущем, если мы не знаем прошлом и какие-то прошлые достижения человека. Дима, как вы считаете, вот ваши какие самые главные достижения, которыми вы можете сейчас похвастаться? Не для себя лично достижения, а достижения для общества, для людей? Вы знаете, моя философия была работой, это философия конкретных законченных дел и конкретных проектов. Три года работы в областной администрации стали для меня хорошей школой и хорошей практикой, потому что я курировал тот сегмент, который мне близок по моему образованию, и первому, и второму. Это гуманитарный сегмент. Я занимался школами, я занимался медицинскими учреждениями и частично занимался спортивными учреждениями. И я, уходя из областной администрации, сегодня очень часто посещая Одесскую область, я абсолютно спокойно выхожу к людям, потому что за моей спиной есть 7 школ, которые мы закончили. Мы не построили их с нуля, мы взяли те заброшенные фундаментальные здания, которые были не закончены в советское время, и с 91-го года ни у кого до них не доходили руки. И мы их сделали. Мы оставили за собой 10 стадионов. Поэтому это вот я сейчас проезжаю там от Котовска, от там, условно говоря, от севера Одесской области, Балта-Котовска, заканчивая Бессарабию, я вижу те объекты, которые мы сделали за 3 года. И я испытываю при этом позитивные чувства, и они дают мне возможность дальше двигаться и понимать, что такое философия конкретных дел. А по поводу того, о чем сказал Саша, я хочу сказать, что он, в принципе, ответил на ваш вопрос. За Сашей есть команда тоже. Эта команда сегодня Михаила Николозовича Саакашвили. Я очень внимательно слежу за его действиями и действительно готов сказать, что он с точки зрения такого имиджевого хода, пиар-хода, наверное, равного ему руководителя. Вот по вашему, с точки зрения конкретных действий? Я думаю, что у меня очень такие сложные эмоции, потому что я понимаю, что когда Михаил Николозович приходил в Одесскую область, он себе представлял совершенно по-другому этот механизм. Он мыслил с точки зрения того, что он управлял целым государством. И сегодня, придя и увидев реалии и возможности, потому что возможности и потенциал Одесской области несоразмерны тем инициативам, которые есть у Михаила Саакашвили. Я приведу простой пример, касается трассы дорога Одесса-Рени. Возьмем ее как пример. Это дорога, которую ждут и одесситы в равной степени, и жители Бессарабии. Я уже даже сейчас не слышу на эту тему никаких тезисов, потому что когда я общался с Михаилом Саакашвили на эту тему, когда он разобрался в проблеме, то понял, что ее просто, скажем, рассказами, эмоциональным порывом не решить. Это вопрос национальный. Проблему дорог невозможно решить просто одним желанием того, что ты сегодня или мэр города, или губернатор. Это национальная программа. У нас сегодня нет в бюджете ни области, ни города денег, для того, чтобы их сделать такими, как мы хотим. Вот давайте спросим сейчас, Сашу, есть ли какое-то решение конкретно этой проблемы трассы Одессы-Рени. Да, есть решение этой проблемы. Мы получили деньги от бюджетного комитета. Я услышал сегодня на этой встрече, что до конца недели, это значит завтра, будет утвержден проект по ремонту этой трассы. Более того, мы сейчас говорим о том, что мы параллельно с этой трассой построим, отдадим дорогу в концессию, когда инвесторы построят прекрасный какой-то автобан, который будет идти параллельно вот с той трассой, которая сейчас в этом отвратительном состоянии. Но давайте вернемся к Одессе, потому что эта трасса, это все-таки одесский регион. Подождите, а вот трасса, я так вот не могу... Давайте четко просто проясним, она построена будет за бюджетные деньги или все-таки привлечены будут инвесторы? Смотрите, будут две параллельные дороги. Одна будет такая себе, она будет отремонтирована за бюджетные деньги. Там немного бюджетных денег. Проблема в том, что государство... То есть ямочный ремонт такой себе. Нет, он не будет ямочный ремонт. Там есть новая технология, когда это, в общем-то, делают второе какое-то покрытие. Это не ямочный ремонт. И потом будет параллельная дорога, к которой приходят турки, какие-то инвесторы из Турции, из Азербайджана. Они говорят, мы готовы взять дорогу в концессию, построить так, чтобы у людей был выбор. Они могут ехать по старой дороге, которая плохая, или по новой дороге, которая современная. И вот это вот те два проекта, которые сейчас идут в обсуждение. Когда примерно будет она сделана, эта дорога? Будут сроки? Дороги вообще строятся очень долго. В нашей стране, да. Нет, во всем мире. На самом деле, в Германии то же самое. Дороги строятся долго, да? Как ни крути. Мы надеемся, что в течение года, полутора лет можно построить приличную инфраструктуру на Рыни. Если можно, я буквально одну реплику. Я думаю, что рассматривая тему этой трассы, ее нельзя отрывать от темы города. Потому что это как организм человека. Какая-то дорога дает сегодня приток. Она свяжет Одессу, через Бессарабию свяжет Европу. Это совершенно новый транспортный коридор. Это транспортный коридор, который оживит порты, у которых упал сегодня грузооборот. Но он упал по другим причинам. Ну, кроме таможни, сейчас мы берем еще и все-таки транспортную логистику доставки, которой сегодня нет из-за плохого качества. Но мэр не может ничего решать с дорогой. То есть он влияет, дорога влияет на город. Я это беру сейчас как пример. Почему я могу об этом говорить? Потому что уже 4 года я занимаюсь этой проблемой. И моя фамилия даже есть в определенных патентных документах по теме трассы Одесса-Рени. И не сделана она до сих пор по одной простой причине. Для того, чтобы сегодня говорить с любым инвестором. Я слышал разные страны от Турции, Кипра и заканчивая там дальним зарубежьем, за Атлантикой. Нужно инвестору что-то предложить. Сегодня нужно предложить ему документацию техническую, которой нет. Потому что эта техническая документация 4 года назад стоила почти 400 долларов. Сегодня, думаю, она стоит гораздо больше. Инвестор просто на инициативу, какой бы она ни была хорошей, какое бы ни было желание. Тут вот нам уже Саша говорит о том, что даже есть определенные сроки, что вот в течение года мы будем делать. Мне тоже, как и Саша, очень этого хочется. Но я думаю, что пока это просто красивая инициатива, которую может быть совместно, совместно с депутатами города, области, постоянно дергая там за какие-то конечности кабинет министров и администрацию президента, у нас это получится. Потому что на сегодняшний день таких примеров в стране нет, к сожалению. Там пытаются делать какое-то подобие концессионной дороги, Краковец-Львов. Вот вы вспоминали про Львов, да? Они немножко идут впереди, но еще такой модели нет. И хотелось бы, чтобы мы здесь были провайдерами, потому что это очень важный момент для жизнеобеспечения города Одессы. Я еще раз учту, города Одессы. Города, который нуждается сегодня в новом, совершенно новом устройстве порта. То есть я так понимаю, что вы в принципе-то не доверяете вот сейчас этой реплике Саше о том, что будет в течение Ну, может быть, слово «не доверяете» будет такое не совсем правильно. Саша достаточно недавно находится в Одесской области, и, может быть, как и Михаил Саакашвили, еще не до конца он прочувствовал все недра возможностей Одесской области, которые есть. Тем не менее, наша администрация продвинулась дальше, чем любая другая администрация, которая здесь была долго, и партии, которые здесь долго были. То есть сейчас есть проект. Раньше таких проектов не было. Сейчас готовы начинать это делать. Раньше еще никто пока этого не начинал, только говорил. Вот теперь знали, не знали – это уже совсем другой вопрос. Где вы сейчас? А сейчас мы на самом деле… Хотели бы мы быть чуть дальше, где мы сейчас? Да, на один месяц. В принципе, у нас есть отставание. Но, в общем-то, нам нравится, как это все идет. У нас есть чувство, что мы можем сказать, что дорога будет. Дай Бог, мы только за. То есть пока что это не стопроцентная уверенность, что вот она будет? Стопроцентной уверенности нет никогда, пока ее не построят. Но есть инициатива. Есть правиль. Хорошо, давайте вернемся в город, в Одессу. Вот задавала вопрос Диме, и задам этот же вопрос в принципе вам. Какими делами вы уже можете похвастаться? Вот там конкретно построено, отремонтировано, сделано. Смотрите, на самом деле я не в строительном департаменте. Я не имею в виду, что вот ваши дела, но вот по жизни. Да, смотрите, на самом деле мое большое достижение это в том, что я уехал из этой страны во время Советского Союза, у меня в кармане было 100 немецких марок, я приехал через 25 лет, у меня хорошее образование, я работал в лучших каких-то местах, лучших фирмах в мире. Я жил в Сан-Франциско, в Сиэтле, в Лондоне, в Мюнхене, в Праге и так далее. То есть как личность, мне кажется, я в общем-то двигался достаточно хорошо. Теперь профессионально, когда я заканчивал работу в Микрософте, я был главным юристом по всему государственному сектору, по всему миру, то есть одна из самых больших корпораций. Я был вот в штабе, который руководил этими операциями. Это 25 миллиардов долларов годовых оборота. Это больше, чем тот оборот, который у Одесской области, намного. И это какое-то мое достижение, что я это вел, я этим занимался. Я вас перебью, у нас есть телефонный звонок. Итак, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, добрый вечер. Я хотел бы задать вопрос присутствующим студии по поводу Одесского аэропорта и как сейчас летают на минуты, вот такие, как Минтапетровский, другие. Есть ли какие-то сдвиги в этом? Спасибо за ответ. Да. Вот это одна из тех глобальных вопросов, просто немножечко по-другому заданный. Тот же самый вопрос. В Одессе нет международных аэропортов. То, что там есть, это не международный аэропорт. У меня есть понимание, почему это произошло. У нас, у нашей команды есть понимание, как это исправить. Ну, давайте так, как это можно исправить? Какие-то первые пункты? Прежде всего, мне кажется, нужно создать альтернативный аэропорт. Нам нужно где-то достаточно близко с Одессой. То есть построить еще один? Отдать кому-то опять в концессию второй аэропорт, чтобы у нас создалась какая-то конкуренция между первым аэропортом и вторым. Да, это первое, что нужно сделать. А второе, нужно взять тех людей, которые взяли на себя обязательство построить аэропорт и нужно посмотреть, по контракту, что, собственно говоря, вы обещали сделать, что вы не сделали и какие за это есть санкции. Если этот договор построен, написан плохо и там нет ни санкций, это просто отдали куда-то в никуда, людей нужно наказать. Да, потому что если они не сделали свою работу, если не просто отдали землю и право, вот, то это... Понятно. Они должны отвечать за свои действия или, наоборот, бездействия. Давайте этот же вопрос Диме зададим. Ну, знаете, я думаю, что весь город, который нас смотрит, и ваши телезрители, они хорошо знают тех людей, которые в свое время взялись за Одесский аэропорт. Это Борис Рафаилович Кауфман, это Александр Грановский, которых показывают, которые продолжают там, может быть, менее активными темпами продолжать строительство того терминала, который есть. Более того, я внимательно слежу за развитием событий и вижу, что есть контакт с командой сегодняшнего губернатора, и в соседнем здании, где расположен офис у Кауфмана и Грановского, было присмотрено помещение для того, чтобы сделать центр услуг. То есть это говорит о том, что коммуникативный коридор между этой группой бизнесменов и областной администрацией существует. Я скептически отношусь к возможности сегодня в этих экономических условиях, что кто-то возьмет за застрелительство альтернативного аэропорта в городе Одесса. Я думаю, что есть необходимость более тесного и продуктивного контакта с той группой людей, которая уже является, скажем, бенефициарами этого проекта. На самом деле, я когда говорю об альтернативных аэропортах, я имею в виду Одесскую область. В Одесской области, конечно. Есть порядка четырех хороших взлетных полос, которые на самом деле... Нет, нет, некоторые из них лучше, чем те, которые в Одессе. Это не так тяжело быть лучше тех взлетных полос, которые в Одессе. Вот. И можно говорить о том, что там можно что-то строить. Да. И вот эта концепция двух аэропортов в одной какой-то области... На самом деле, есть интересная концепция построить аэропорт где-то так, чтобы он привлекал туда жителей Николаева, Херсона, Винницы, может быть, Молдовы, да? Я его сейчас перебью. У нас есть звонок телезрителя. Итак, здравствуйте. Можете к нам присоединяться. Скажите, я слышал о том, что много говорят о привлечении инвестиций в государство, в бюджет, но, знаете, есть бюджет развития города и области. И я прекрасно помню, как в времена Смелья Борисовича Волошенкова была такая программа, как «Народный бюджет». У меня родственники идут в Дренинге, и вы знаете, каждый раз приезжаю к ним, видя стадион, у меня, например, разные согласны. И этот стадион не просто построили, потому что это решил какой-то чиновник. У нас проводились сходы села, и на этих сходах мы решили, что нам нужен больше стадион. Вот это да, речь была и о дорогах, и еще там о различных элементах. И вот я считаю, что вот это была действительно работа с людьми. И я вот хочу спросить у кандидатов, готовы ли они к такому диалогу с людьми? Просто я знаю, что Дмитрий Борисович принимал в этом участие, и это действительно те работы, которые видны и которые нужны были людям. А знаете, просто прийти на привоз и что-то будем сказать, это не встреча с людьми, это популизм. Спасибо. Спасибо. Давайте очень коротко, дам каждому по минутке буквально. Да, я скажу, что доктринально я верю в то, что роль государства должна быть гораздо ниже, чем она есть сейчас. Нам нужно прозрачно приватизировать как можно больше, отдать это прозрачно людям. И сделать так, чтобы они брали инициативу в свои руки. Все, что может сделать негосударство, должно делать негосударство. Если стадион могут построить люди, нужно сделать так, чтобы люди построили этот стадион. А если можно что-то сделать в частном порядке, частными деньгами, это нужно делать частными деньгами. Если где-то может что-то сделать, какая-то негосударственная организация, это должна делать негосударственная организация. Соответственно, государственный аппарат должен быть очень маленький, налоги должны быть маленькие. И общество должно жить и развиваться, строить музеи, делать народные театры, делать народные музеи и стадионы. То есть децентрализация на самом деле направлена именно на это, чтобы коммуны начали жить таким образом. Я хочу понять четко ответ на вопрос, хорош ли этот был народный бюджет, по-вашему. Народный бюджет? Какой этот народный бюджет? Ну, так называлась программа, да? Честно говоря, я не знаком с этой программой, мне тяжело ответить. Ну, вот были привлечены государственные деньги? Саша в это время не было у нас, поэтому, конечно, он не знает. С моей точки зрения, здесь была одна народная программа, которая называлась Дерибан. Когда Дерибанились деньги направо и налево. И вот сейчас у нас осталось что-то, что еще не Дерибанили. То есть, как вы думаете, ничего хорошего раньше не было сделано? Мне кажется, фрагментально можно найти что-то. Как правило, это стоило дороже, чем то, что должно было стоить. И вот здесь вот теперь нужно остановиться и сделать немножко какой-то ресет. Нужно построить какую-то другую систему. Давайте, например, сравним. Вот Дима нам, может быть, подскажет по каким-нибудь... Вы знаете, я сейчас вам расскажу про ресет и поправлю Сашу. Можно говорить тезисами, которые сегодня хотят слышать люди. Ситуация экономическая в стране катастрофическая. Сегодня можно говорить Дерибан, коррупционеры. Мы это все слышим. Уже люди, как бы уже пик этого спадает. Люди начали от этого уставать. Я думаю, что какая была... И вы сегодня вспомнили за программу народный бюджет. Она включала в себя экономическую составляющую и включала в себя составляющую, конечно, взаимодействия власти и людей. Когда громады привлекались к тому... То есть это произошел впервые за историю Украины. Процесс открытия власти людям. Дальше в этом проекте можно вырастать, да нельзя. Можно себе делать стеклянный кабинет. Можно его открыть, чтобы все одесситы у тебя сидели в кабинете. Или приходя домой, заходили и смотрели, как работает тот или иной чиновник. Больше с этого уже ничего не выжмешь. То есть дальше нужен конкретный ход. Мы готовы работать и дальше так. Потому что все уже понимают, что не оторвать уже общество от власти. Уже этот процесс вскрытия, да, соединения произошел. Дальше сухой остаток с этого какой. Мы говорим о принятии финансовых решений. Вы сегодня спрашивали о тендерах. Сегодня в Одессе, наверное, одна из самых активных общественных прослоек. У нас тысячи общественников, сотни общественных организаций. Мы в свое время создали общественный совет при Одесской областной государственной администрации. Пожалуйста, вы активные одесситы, переходите. Не было такой проблемы. Приходите, вступайте в общественный совет, контролируйте. Ну, у нас вопрос, а что дал этот общественный совет? Вот что конкретно изменилось? Это уже вопрос к общественникам. Потому что общественник общественник урозен. Есть общественник, который 10 лет думает о том, как нарисовать новый герб Одесской области. Есть общественник, который там, собравшись с двумя-тремя талантливыми ребятами, придумал стартап и решил, что вы знаете, мне кажется, что не дамбу нужно делать в Хаджибеевском лимане, а соединить и вернуть соединение Хаджибеевского лимана с морем. Это даст возможность построить канал, а в Хаджибеевском лимане есть свободные площади и строительство порта. Вот идея хорошая, большая, идея молодого человека, которую можно осуществить. На самом деле мы сейчас говорим с китайскими инвесторами, которые готовы рассмотреть проект по инвестиции миллиарда долларов на протяжении нескольких лет в том, чтобы сделать глубоководный порт в Хаджибеевском лимане. То есть это все, в общем-то, рассматривается. Это я сейчас Сашу поправлюсь, учетом того, что я работаю тесно с этой группой людей, речь идет даже не об одном миллиарде. Речь идет о более масштабном проекте, который будет, возможно, заведен в страну. И сегодня рассматривается, если уже об этом говорить, то есть идея строительства порта 100 миллионников. И это как идея развития в целом экономики страны, которая может быть посчастливится и Одесская область, и город Одесса получат такой объект. Но может быть это будет и другая область, Николаевская. Поэтому сегодня есть, скажем, представители китайских инвесторов, которые тесно работают в привязке к руководству. Ну, тесно пока еще никто не работает. То есть это просто идея, когда кто-то пришел и сказал, вот нам интересно это сделать. Да, но такой проект, такой проект, я имею в виду, не миллиард, а порядка. То есть договоренности с вот этой группой китайских инвесторов и у вас, и у вас, я так понимаю? Порядка 8 миллиардов. Как это так? Нет, на самом деле, что происходит, это у нас был разговор с китайским правительством, с представителями китайского правительства. Они связывались с нашей администрацией. И у них сейчас пока это только идеи, да. Но сам факт того, что такие идеи есть, что они обсуждаются, это уже очень хорошо. Потому что если мы здесь вот пока, во всяком случае, три месяца, да, и что мы уже зашли так далеко, что у нас есть какие-то концепции, это уже очень хорошо. Это значит, что у нас хороший старт. Давайте на этой позитивной ноте мы сейчас закончим. Перейдем на сюжет, продемонстрируем вам опросы деситов, что они думают о кандидатах в мэр. Я сейчас буду прощаться с этими своими гостями. Спасибо вам, Дима, спасибо вам, Саша. Спасибо. Мы не прощаемся, говорим до свидания. Да, как всегда, но через 4 минуты мы к вам вернемся, у нас будут уже новые гости. Спасибо. Спасибо. Как вы считаете, нужно ли это ходить и голосовать за этих всяких мэров, депутатов? Ну, нужно, но выбор пока что невелик. У вас есть такая вот твердая гражданская позиция, что обязательно надо сходить и проголосовать? Ну, я думаю, маловероятно, за кого тут голосовать. В городе так, как было все, так и осталось. То есть все только обещают, раз склеили свои билдборды, ой, мы там сделаем то, это, и так длится, я не знаю уже сколько. Ну, то есть я думаю, на данное время вообще не считаю, что есть хоть кто-то достойный. Надо хоть почитать, что они предлагают, потому что обещание это обещание, но надо посмотреть, что они до этого делали. Мы будем голосовать, во-первых, за свой город, и что, какие у нас правила будут, и это, в принципе, каждый человек должен интересоваться, где он живет, то есть как все будет. Скажите, вот если бы вам предоставили возможность проголосовать за любого политика, американского, французского, итальянского, любого, и даже не политика актера, например, вот кого бы вы видели мэром один? Джим Кэр? Да. Почему? Он, скажем, прекрасно играет лицом. Если бы была плохая жизнь в городе, он бы прекрасно играл лицом и просто сглаживал бы все конфликты. Я бы, наверное, смотрела по характеристике, как считают другие, что он сделал и что он может сделать, в первую очередь, а так, ну, за кого большинство будет, мне кажется. Я бы выбрала какого-то хорошего хозяина, который умеет взять все в свои руки и будет ухаживать за городом, как за собственным каким-то предприятием или за собственным домом, потому что я считаю, что только хороший хозяин может навести порядок в городе и будет его потом поддерживать. Я знаю, что во Львове и даже недалеко, ну, нужно ехать в Величевске, вот, идеальный порядок и как-то город хорошо развивается. Я бы хотела, чтобы и в Одессе так же было, потому что на данный момент проблема и с мусорами вообще-то какая-то стала немного грязная. Кто такой должен быть мэр? Ну, человек, который сделает нашу жизнь лучше. Мэр должен быть, наверное, хорошим хозяином, как дома хозяином, если у нас квартира, у него дом просто побольше, Одесса, вот и все, он должен быть хорошим хозяином Одессы. Саакашвили. Почему? Он грузин, мне нравится грузины. Ну, мне кажется, пока приходил Саакашвили. The governor is Saakashvili. Да, в Саакашвили пойдет. Дарт Вейдер не считается, да? Почему же? Ну, я не знаю, как написано, кандидат с человеческим лицом. Выбрала самого первого случайного человека, который ни разу не был в политике, на самом деле, когда в этом ничем не разбирается совершенно. Вот что его так взять, его посадить за какое-то нормальное, скажем так, за нормальный столик, за нормальное кресло. Через месяц в нормальную пилу, на нормальных Карибских островах. Соответственность правилам и хоть что-то делать для родной семьи. То, что он сказал, он должен выполнить, а не так, то, что до выборов он сказал одно, а после выборов другое. Во-первых, должен правду всегда говорить и исполнять то, что он сказал. Они наговорят в три этажа, а потом мы ничего не знаем. Это должен быть образованный человек и коммуникабельный, умеющий, хорошо излагать свои мысли. Скажи, вот ты школьница, да? Что бы ты хотела, чтобы изменилось в твоей школе? Ну, лучше бы ремонт хотя бы хороший. А то это кошмар. С окнами все время разбитое что-то. Заменили бы. Какие основные проблемы вы видите вот в городе, да, которые прям необходимо срочно? Дороги там вот какие-то, не такие. Трамваи постоянно разбирают. Я вот, допустим, второй люблю ездить на трамвае, а их постоянно убирают, убирают, убирают. Дураки и дороги. Наверное, вот это самое основное. Ну, по-моему, я такое скажу, что вы не покажете все. Ну, говорите. Ну, мне кажется, что мэры, которые здесь были, я вообще сам не одессит, но, судя по тому, как меняется город, мне кажется, что мэры здесь вообще не живут. Они здесь просто зарабатывают деньги, и что тут происходит, им по барабану вообще. Не хочется выражаться, поэтому... Чижов Политолог, приветствуем вас. И Анатолий Бойко, глава Одесской областной организации, комитет избирателей Украины. Также приветствую в нашей студии. Добрый день. Анатолий, наверное, начнем мы вот с чего. Вот ваша организация, комитет избирателей Украины, считается объективной, независимой. Обращались ли к вам сейчас депутаты, чиновники политики с просьбой, например, а не могли бы вы нам подрисовать что-то, не могли бы вы нам что-то подрихтовать, или наоборот, о нас ничего не говорите, а если говорить, то хорошо. Пытались ли вас подкупить словом? На этих выборах еще нет. Еще нет? Да, они сейчас заняты более важным делом, они хотят заскочить в поезд. Потом они, когда осознают, куда они едут, в каком направлении, с какой скоростью, они, конечно, будут пытаться. Но обычно мы на это не поддаемся. Но нам звонят также пожарники, предлагают к нам везти бюллетени, предлагают выставить нам пожарный наряд, потому что они думают, что к нам будут везти бюллетени. Ну, к нам разные люди звонят с разными вопросами. Скажите, что у нас ожидается на этих выборах? Они также пройдут с очередными нарушениями? Или этих нарушений будет в этот раз меньше, или, может быть, наоборот, больше? Как вы считаете? Вы так сразу всех на какую-то такую скучную ретину настраиваете. Они не так же пройдут с такими же нарушениями, они пройдут с новыми нарушениями. С более веселыми, да? С более с такими нарушениями, которых еще, наверное, не было. А что бы там свидетельствовать? Ну, выборы, местные выборы, это всегда сложно и всегда непросто. И всегда на местных выборах большое количество нарушений, потому что намного больше точек конфликтов, намного меньше уровень политической культуры кандидатов, намного участников, намного больше счетов, каких-то завязок и так далее. Поэтому это, в принципе, базовая такая предпосылка, исходя из самого характера избирательного процесса. Ну, и это, во-первых, во-вторых, посмотрите, что у нас уже происходит. То есть у нас одни страхуют первоклассников, другие асфальтируют дороги под флагами партийными. Вы знаете, пока вы не рассказали, но не сейчас, конечно, я и до этого уже знала об этом, что оказывается, мы страхуем одноклассников, это политическая акция. В чем это было отображено? Почему вот это считается нарушением? Ну, во-первых, там присутствует логотип конкретной политической силы. Во-вторых, абсолютно явно и понятно, что цель этой акции – это сформировать позитивное отношение к данной политической силе. Значит, суть – это агитация. Закон нам четко говорит, что агитация с бесплатным предоставлением товаров и услуг, а полис там по условиям акции предоставляется бесплатным, считается подкупом избирателей. Поэтому тут однозначно есть признаки подкупа избирателей. Геннадий, по-вашему, как пройдут выборы? Вы что-то хотели как будто еще дополнить? Я думаю, что я комментировал на одном из каналов ситуацию с оппозиционным блоком. Когда была сумма платежа страхового, все-таки меньше 60 гривен. А раз меньше 60 гривен, то формально это не является подкупом касательно каждого человека. В совокупности я согласен с Анатолием, что это выглядит как минимум неэтично. Нет, 60 гривен там не относятся к услугам. 60 гривен ограничения действуют только для товаров, которые несут на себе логотип политической партии. В данном случае можно, конечно, долго спорить, является ли страховое поле с товаром. Но я думаю, что вряд ли. Но суть тут не в этом. Суть в том, что это подкуп, как-то его... Даже если юридически это не попадает под определение подкуп, то фактически это подкуп. То есть нас пытаются подкупить таким образом. Я согласен. И это основным является лейтмотивом нынешней кампании избирателей. Потому что мы не увидели ярких образчиков предвыборных программ. За исключением буквально двух-трех партий. И увидели опять повторение Продинова. Опять же одно и то же. И опять сговор олигархов, в котором мы знаем 400 гривен сумма ходит во всех районах области, куда они приезжают. Нам обещают 200 гривен избирателю до выборов и 200 после выборов. Хорошо, но вот действия дальнейшие. Все мы знаем, что предлагают деньги. Ну а дальше? Как можно с этим бороться, чтобы это пресекать? А вот только луч прожектора. Мощный луч общественного мнения. Как, например, сегодня. Слава Богу, сработало. Анатолий, я думаю, это не будет говорить. Потому что я видел его выступление сегодня в Одесском кризисном медиа-центре. Он, кстати, осторожно высказался. А я более прямо высказался на одном из эфиров. Сказал, что действительно под давлением журналистов, средств массовой информации вообще гражданского общества, наверное, неравнодушных экспертов, может быть даже партия радикально сделала замену председателя Одесской городской территориальной избирательной комиссии. Это вот яркий пример того, что все-таки страшно людям, которые вообще абсолютно отчуждаются, отвергают такое понятие, как этика, мораль и критика конструктивная со стороны людей, которым жить после этих выборов. Знаете, мне сегодня позвонили из районной Николаевской комиссии, говорят, вы сегодня у нас были тренинг, читали? Я говорил, я у вас сегодня не был, тренинг не читал, я в Одессе был. Я не был в кризисном медиа-центре. Кто-то председателя. Но не суть. Нет, там были наши тренера. Я не был в кризисном медиа-центре. Я комментировал, да, действительно, замену Чижевского. Тут два аспекта. Я бы не стал настолько хлопать в ладоши и радоваться, потому что, во-первых, ни один глава делает выборы. Во-вторых, вопрос комиссии. Во-вторых, нужно еще посмотреть, как будет следующий глава работать. А в-третьих, корень-то проблемы остался нерешенным. Радикальная партия так и не объяснилась, по каким образом, по какой причине они подали этого человека, который явно не в их политической парадигме на главу избирательной комиссии. То есть ошиблись. Интересный вопрос. Ну, хотя бы так уже. И то хорошо, что они все-таки сменили председателя городской территориальной избирательной комиссии города Одессы. И это явный плюс. Это вот очень серьезный лучик надежды. Слава Богу, что хочется надеяться. Ну, тут еще действительно хороший вопрос. Сменили на кого? На действительно достойного человека? Евгений Григорьев имеет опыт. Да, это один из докторов. То есть мы относимся к медицине с уважением. Надеемся, что он проведет незангажированно эту кампанию избирательную. И он имеет опыт, как член избирательной комиссии в предыдущих кампаниях. И предполагаем, что будет все в порядке. Тем более, под таким особым он будет находиться вниманием, что ему вряд ли удастся. У нас только что были в студии как раз два кандидата. Саша Боровик, я бы сказала, что это представитель, наверное, новой политики. Мы назовем это так, новый политик нам пришел. И Дмитрий Волошенков, который все-таки представитель, наверное, старой политики. Хотя он младше Боровика. Да, но тем не менее, Волошенков достаточно давно уже в политике. Мы знаем все прекрасно, что он был и в партии регионов. И вот отсюда у меня вопрос к вам обоим. Наверное, Геннадий от вас вначале хотела бы услышать. Как вы считаете, на самом деле, какой сейчас должен быть кандидат в мэр? Это должен быть абсолютно новый человек или все-таки это должен быть человек с опытом? Вот можно ли как-то определить, новый это или старый? Я понял скрытый смысл в вашем вопросе. Действительно, сам Волошенков честно признался во время презентации себя на пост городского головы, когда его аграрная партия выдвинула. Он сказал, что да, я, конечно же, всегда работал в области, и он был заместителем губернатора Одесской области и так далее. Я с самых юных лет возглавлял молодежную ячейку партии регионов областной и так далее. Но он хоть честно признался, что меня привлекли к этой работе и на мэра. Понятно, что я не самая выдающаяся фигура в плане того рейтинга, и не имея серьезного отношения к аграрной сфере, потому что он курировал социальную сферу, если вы знаете, работая в областной администрации. Но тем не менее человек хотя бы откровенно… Прости, я думаю, что в аграрной партии мало кто имеет отношения к аграрной сфере. Да, согласен. Поэтому он хотя бы искренне, уважая этого эксперта, отношения искренности. Когда человек говорит, что да, у меня есть здесь момент, скажем так, привлекли его опыт, знания, хотя он по возрасту действительно молодой человек. Ну, возраст сейчас это абсолютно уже не важно. И вот это вызывает симпатию к Дмитрию как минимум. А по большому счету я согласен с тем, что идут на выборы три категории людей. Это считается законом политической философии и психоанализа, что идут три стандартных психотипа, которые воспринимаются обществом. Первый стандартный тип – это жесткий администратор-управленец. Еще называют его хозяйственник. Вторая категория – это успешный… Я, честно говоря, не знаю, кому вы сейчас этот термин применили, жесткий, хозяйственный… Ну, наверное, есть такие кандидаты. Это распределение трех психотипов, на которые реагирует избиратель. Ага, это три психотипа, но они относятся к нашим выборам конкретно. Я могу привести примеры, да. Но в данном случае речь идет о том, что избиратель наиболее положительно реагирует на такой типаж, скажем так. Второй – это типаж успешного крупного бизнесмена, который может всех в нашей действительности, в украинской, скажем так, осчастливить, как, по крайней мере, продать политическое будущее, как они это делают. И третий типаж – это, ну, их называют еще городским, ну, не сумасшедшим, конечно, но человеком, которым идеалист, который вот хочет сделать идеально что-то такое, всех, опять же, осчастливить, у него светлые идеи, он интересный человек. Так, давайте теперь по пунктам, кого, допустим, Волошенкова, к какой категории относите, к какой категории Боровика? А вот, ну, кстати, пример. Наверное, последний Боровик. Боровик последний, да. Вот человек, который задумал посвятить себя служению Родине. Хорошо, какая категория лучше? Какая лучшая категория? Ну, опять же, это такой вопрос, я не знаю на него ответа, честно. Ну, а те, Анатолий, спросим. Какая категория лучше, по-вашему? Это решать избирателей, но, честно говоря, я знаю мало примеров, когда бы идеалисты побеждали на местных выборах. Да вот, давайте так, даже не будем говорить идеалисты. Это скорее парламентские выборы, президентские, то есть на местных выборах, выборы городского головы, ну, это в первую очередь, наверное, хозяйственник. Ну, так, по крайней мере, и наши избиратели. Давайте, может быть, немного изменим категорию. Будем говорить новые люди или старые люди? Знаете, у нас как-то все перемешалось в нашей стране. И вот прекрасно, вот предыдущий эфир, да, то есть человек старшего возраста считается новым, человек младшего возраста считается старым. И так же у нас все в стране. Поэтому однозначно сказать, кто новый, кто старый. Я бы говорил о том, что новый человек – это тот человек, который исповедует действительно новые принципы и новые подходы. Но мэр города, он должен не только исповедовать новые принципы и новые подходы в управлении, он все-таки должен иметь какой-то опыт. Потому что мэр города – это прежде всего, ну, в определенной степени завхоз. Он больше завхоз, чем политик. Поэтому какой-то опыт у него, на мой взгляд, все-таки должен быть. Это не может быть просто человек, который вот витает в облаках. А я вот согласен с Анатолием, ну, только частично. Потому что у нас воспринимает человека не как мэра и не как городского голову, а воспринимает по стереотипу градоначальник, вот как он начальник какой. Тут я с ним согласен, с Анатолием. А в части, касающейся вот новых людей, новой генерации, тут как раз причина в том, что наши люди не понимают, что, например, управление такой структурой, как городское хозяйство полностью, хотя он сказал слово «хозяин», да, завхоз, это более высокий уровень топ-менеджмента. Это нужно иметь высочайший уровень и образовательный, и жизненный опыт, и совмещать себе талант, талант руководителя-управленца. Потому что корпорация, городское хозяйство, она обладает бюджетом реальным около миллиарда долларов. Но формально из-за инфляции он сейчас около 350 миллионов долларов. И представляете, какой-то надо иметь современный сложный менеджмент и опыт управления, чтобы бескризисно пройти и вытянуть без смены. Как Вы считаете, мэр должен ли привлекать инвестиции в город? Он должен под этим работать для того, чтобы расширять этот же бюджет? У нас мэр, тем более мэр Одессы, должен быть на самом деле человеком-оркестром. В существующей ситуации, да, конечно, должна быть команда, которая должна и так далее, но мэр все равно должен немного хотя бы разбираться в ЖКХ, немного хотя бы разбираться в вопросах транспорта, ремонта дорог, и немного хотя бы в инвестициях, потому что, ну нет, у него должен быть зам или компетентный начальник управления, который за это отвечает, но мэр все равно должен понять, где его обманывают, потому что иначе и разуют и его, и нас. Сейчас мы буквально на несколько минут прервемся на рекламу и к Вам вернемся. Субтитры создавал DimaTorzok